Здравствуйте! Вы смотрите программу ПРО. В ней мы знакомимся с новинками на потребительском рынке и общаемся с ведущими специалистами города и области. И сегодня мы продолжаем вспоминать, как нам кажется, лучшие сюжеты прошлого года. А сегодня программу ПРО для вас проведут Станислав Чибриков, Михаил Кириллов и я, Елена Аксенова. Привет! Смотрите в программе. Живем в гармонии с природой. Про малоэтажные городские застройки. Дышим чистым воздухом. Про современные системы проветривания. Спим спокойно. Про охранные системы для автомобиля. Ты знаешь, мне кажется, вот что ты, вот ты, предпочитаешь жить в городе. Исключительно. Даже вот в высотке. Исключительно. Я чисто городской житель. Мне вот эта вся суета, не знаю, там даже пробки в чем-то, большое количество народу на улицах. Мазахи все. Ну, мазахи все. Поэтому ты постоянно в сторисах в машине, тебе это нравится. Тебе нравится, да? Нет, я люблю что-то среднее и активно, но и чтобы было тихо, спокойно, там птички пели, еще что-то такое. А вот ты, Миша, для меня загадка. А я, Лена, и для себя остаюсь загадкой. На самом деле, я считаю так. Каждый должен жить там, где ему комфортно. Например, Стас в муравейнике и вечных пробках. А ты, Лена, на свободе, в активе. Ну, а я на море. Ну, а вообще, если честно, я думаю, все заметили, что сейчас такая тенденция, что все люди переезжают куда-то в малоэтажки и в какие-нибудь отдельные небольшие микрорайоны. Вот. В начале осени я тоже решил выяснить, насколько это выгодно и, в принципе, интересно и полезно жить в подобных микрорайонах. Давайте посмотрим сюжет. Вокруг Новосибирска все больше появляется малоэтажных комплексов, которые преподносятся как выгодное вложение денежных средств. Так ли это? Разберемся. И разбираться будем по порядку. Во-первых, сейчас это выгодно не только тем, кто хочет купить квартиру, но и самому застройщику. Возводятся малоэтажки быстрее, требуют меньше инвестиций. И благодаря относительно невысокой стоимости квартир в короткие сроки сдаются в эксплуатацию. Что может сейчас толкнуть человека приобрести жилье в малоэтажном строительстве? Это, несомненно, свежий воздух, малое количество соседей, потому что здесь все соседи знают друг друга в лицо, нежели в муравейниках, где очень мало парковочных мест. Здесь также можно разместить свой автомобиль. Очень много стоянки. Все то же самое, что если бы рассмотреть квартиру в центре, только намного доступнее в цене. Из чего складывается такая невысокая доступная цена? Невысокая доступная цена обусловлена месторасположением. Все равно, конечно, у нас не центр города. Это важная особенность, на которую нужно обращать внимание при покупке жилья в строящемся комплексе. Хорошо, если вблизи него есть остановки общественного транспорта. В противном случае, в город или на работу, можно будет выбраться только на личном автомобиле. Впрочем, этот нюанс относится ко всем строящимся микрорайонам, независимо от того, муравейники это будут или малоэтажки. С чем может столкнуться человек, который приобрел жилье в малоэтажном строительстве? Ну, на самом деле, очень много нюансов по малоэтажному строительству. Особенно хочется отметить, что в некоторых микрорайонах отсутствуют центральные коммуникации, такие как вода, отопление, канализация. А как жить в доме, где нет канализации? Нет, она есть, просто люди сталкиваются с тем, что это какие-то емкости, которые приходится периодически откачивать, убирать, терпеть некий запах от этого, неудобства в случае, если она заполнилась, а откачать в данный момент никто не может. Другими словами, если в жилом комплексе установлены автономные коммуникации, то все расходы на их содержание берут на себя жильцы. То есть все потраченные на функционирование котельных, септиков и тому подобное денежные средства делятся на количество проживающих. А так как в малоэтажках их значительно меньше, нежели в высотках, отсюда вытекает и дороговизна квартлаты и коммунальных услуг. Хотя все, конечно же, зависит от качества установленного оборудования и самих ресурсов. В тех микрорайонах, где проведены центральные коммуникации, тарифы устанавливает местный муниципалитет. И эта сумма не зависит от этажности постройки и количества проживающих жителей. Как решается вопрос с безопасностью? Ну, в малоэтажном строительстве это большая сложность, потому что территория достаточно большая и осуществить это достаточно сложно. Ну, а поскольку жителей не так много, а видеонаблюдения, заборы, ограждения достаточно дороги, то зачастую никак не решается. Но если мы говорим про данный микрорайон, здесь установлены камеры видеонаблюдения, на въезде стоит охрана. Интересно, а что думают о малоэтажках те, кто уже какое-то время здесь живет? Ну, давайте посмотрим, как живут обитатели этого дома. Напросимся к кому-нибудь в гости. Идем. Я когда-то жил в 12-й квартире, вот мы сейчас в 12-ю направимся. Здравствуйте, я Стас Чибриков, это 49-й канал. Можно мы у вас немножко поснимаем квартиру и с вами пообщаемся? Пожалуйста, проходите. Спасибо. Проходите. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Светлана Семеновна. Светлана Семеновна, давно ли вы здесь живете? Ну, я второй год. И как? Ну, мне очень нравится, я специально здесь хотела. Специально. Вы хотели именно в этом районе или вы хотели именно малоэтажное строение? Ну, малоэтажное и то, что здесь лес, то, что здесь в лесу и тихо. Скучаете по городской суете, например, по соседям? Ну, я же езжу. Я же по соседям. У нас хорошие соседи здесь. Вы же, наверное, со всеми перезнакомили, всех знаете. Да. У нас еще не все, конечно, живут здесь, не заехали, отделку делают. Но, в основном, мы, конечно, все знакомы. Дружите все? Дружим. Цветочки садим. Будет прекрасно. А что, лифта нет? Не мешает второй этаж все-таки? Да нет. Я, наоборот, хотела. Не надо мне высокое здание. А трехэтажное – это прекрасно. Ваши соседи кто это? Есть. Человека три-четыре, наверное, таких, как я. А в основном молодежь. То есть все эти особенности, как положительные, так и отрицательные, характерны для малоэтажного строительства. Но не во всех проектах они встречаются. Каждый конкретный комплекс индивидуален. Тем не менее, планируя покупку жилья в таком микрорайоне, имейте это в виду. А вообще, свежий воздух, городской комфорт проживания, близость к городу – это неплохая альтернатива для жизни. Ну что, друзья, какие можно сделать выводы? Несомненные плюсы налицо – это все соседи знакомые. Это близость к природе. Это отсутствие пробок, суеты и так далее. Но и надо учитывать все минусы, чтобы проживание в таких комфортных условиях не превратилось в постоянную трату денег. Ну как же хочется, чтобы было все сразу. И полезно, и рядом, и недорого. Да, все хочу. А помните, как в песне поется? Главней всего погода в доме. Подпевайте, а все другое – суета. Вот, спасибо тебе, Миша. И настроение улучшил, и к следующему сюжету подвел. Сейчас узнаем про погоду в доме, а точнее про микроклимат. Про здоровый микроклимат. Лето, тепло, хорошо. Хочется гулять и наслаждаться свежим воздухом. Но, к сожалению, нам приходится возвращаться с улицы в наши дома с душным, пыльным, не всегда чистым воздухом. Что с этим делать? Давайте узнаем у специалистов. И первой, к кому мы отправляемся по пути к чистому воздуху, будет специалист из области медицины. У него и выясним, как воздух в квартирах влияет на наш организм. Ирина Юрьевна, почему возникает ощущение духоты? Такие ощущения, на мой взгляд, возникают преимущественно в закупоренных помещениях, в которых изменяется влажность, повышается выраженная температура воздуха. Решающим фактором появления таких ощущений является повышение уровня углекислого газа, который мы выдыхаем. Слабость, бялость, у кого-то болят глаза, у кого-то появляется головная боль, сердцебиение или повышается потливость. То есть духота вредит нашему здоровью? Существуют данные крупных исследований, которые говорят о том, что повышение уровня углекислого газа кровью выраженно влияет на работу центральной нервной системы. Что делать в такой ситуации, и без специалиста понятно – проветривать. Но мы, как это часто бывает, пренебрегаем этим простым правилом. А зря. Повышение уровня углекислого газа в воздухе в закрытом помещении, при условии, что тут находятся люди и выдыхают, Повышение этой концентрации в два раза возникает через 40-45 минут. Соответственно, проветривание необходимо производить не меньше, чем раз в час. В помещении, где находится больной человек, необходимо проветривать чаще, чтобы воздух обменивался, снижалась концентрация инфекционных агентов, и быстрее наступало выздоровление. Хорошо проветривать, когда снаружи свежий и чистый воздух – сомнений нет. Но в большинстве своем мы жители мегаполиса, и окна наши выходят не на поля и альпийские горы, а на шумный и пыльный проспект. Существуют современные технологии и приборы, которые позволяют значительно улучшить свойства воздуха в помещении, очистить его, освежить, придать ему достаточную хорошую температуру. Более подробную информацию по альтернативному проветриванию ищем на одном из научно-производственных предприятий, связанных с системами воздухоочистки. Сейчас существуют простые и эффективные устройства приточной вентиляции для дома. Они подают свежий воздух в помещение, даже если окна закрыты. Причем это не канальная установка с трубами под потолком, а компактные приборы, которые устанавливаются за час. Условно эти устройства можно разделить на два типа. Первый – это всевозможные приточные клапана, и второе – это устройства, которые называются бризеры или проветриватели. Приточный клапан – предельно простое устройство, которое устанавливается в отверстия наружной стены и служит дополнительным воздушным каналом для поступления воздуха в помещение. Лучше всего он работает в прохладную погоду, когда на улице холодно, а дома тепло. В этом случае создается разница давлений, и воздух интенсивно перетекает снаружи в квартиру. Если же за окном плюс, то подача воздуха будет слабой. Для зимнего сезона вариант неплохой. Но что делать летом, когда на улице не просто плюсовая температура, а жара, пыль, тополиный пух, смог? Если необходим приток свежего воздуха, независимо от погоды, то необходимо выбирать уже бризеры, либо проветриватели. Денис, мое первое впечатление, что это явно не кондиционер. Все правильно. Данное устройство называется бризер. Бризер предназначен для того, чтобы подавать в квартиру свежий воздух с улицы. В бризере существует вентилятор, который принудительно подает свежий воздух с улицы в помещение. И второе – это в бризере установлен целый каскад фильтров. Три фильтра, которые очищают воздух от крупных частиц загрязнений. Дальше установлен хепофильтр, который очищает воздух от мелких загрязнителей и бактерий. И дальше идет абсорбционно-каталитический, который уже удаляет из воздуха вредные запахи и газы. И это главное отличие от приточного клапана, где какие-либо очистные устройства обычно отсутствуют. В среднем фильтров бризера хватают на 2-3 года. Кстати, для аллергиков – в самый раз. Система очистки воздуха не дает проникнуть аллергенам в дом. Денис, на помещение какого размера рассчитан вот этот бризер? Данный бризер рассчитан на помещение до 40 квадратов, при одновременном нахождении в нем до 5 человек. То есть комната? Большая комната в квартире? Конечно, да. Пожалуй, единственное, но минутное неудобство на пути чистого воздуха в квартиру – это процесс установки оборудования. Как в случае с приточным клапаном, так и с бризером, он очень шумный из-за необходимости бурения наружной стены. Итак, вывод. Регулярное проветривание – главное условие для правильного домашнего воздуха. А добиться этого можно разными способами. Да, правильный микроклимат – это важно. И поддерживать его, на самом деле, даже если у тебя нет такого прибора, достаточно легко и просто, даже круглый год. Это влажная уборка помещений, это проветривание, и в зимнее время – это увлажнение воздуха. И это правильно. Ну, а я предлагаю перейти к другому, не менее важному, особенно для автолюбителей, сюжету. Ежемесячно только в Новосибирске угоняется больше ста автомобилей, как бюджетных, так и дорогих. И о том, можно ли обезопасить свой автомобиль от угона на 100%, узнаем у специалиста. Лидерами автоугона в Новосибирске считаются отечественные «Лады», «Тойоты» среднего класса, а в премиальном классе «Лексусы». Чаще всего машины воруют со дворов и стоянок крупных супермаркетов. Некоторые автовладельцы думают, что так называемая штатная сигнализация является надежной защитой, хотя бы от хулиганских взламываний. Однако эффективной ее можно назвать едва ли. Самый распространенный сейчас вид угона – это сочетать ваш штатный ключ. То есть вы идете в супермаркет, за вами идет какой-то посторонний человек, который считывает каким-то устройством ваш штатный ключ, передает информацию на второй блок. Как раз-таки у второго угонщика, который находится рядом с автомобилем, и непосредственно второй человек уже спокойно открывает ваш автомобиль. Автомобиль распознает вот этот сигнал как штатный ключ. Оснащение грабителей впечатляет. Код-граберы, различные распиливающие и распирающие инструменты, считывающие сканеры – все это лишь мизерная часть их арсенала. Специалисты по обе стороны баррикады постоянно оттачивают мастерство противостояния. И война умов в данном случае – дело азартное. На сегодняшний день существует три вида защиты от автоугона. Есть механические, есть электронные системы. А вот электронные также делятся на спутниковые и систему с обратной связью. Чем хороши системы с обратной связью, то, что они оповещают владельца о всех действиях, которые происходят в автомобиле, либо с автомобилем. Также используется автозапуск удаленный. Каждый владелец будет ответственный сам за свой автомобиль. То есть, когда у вас брелок сигнализации пищит, вам нужно выйти посмотреть, где автомобиль, что с автомобилем, и принимать какие-то меры. Что касается спутниковых систем, они работают практически незаметно для клиента. Мониторинг осуществляется мониторинговым центром, который круглосуточно следит за автомобилем. Именно спутниковая защита сейчас является самой продвинутой. Она позволяет владельцу дистанционно контролировать свой автомобиль. И в случае угрозы угона на мобильный телефон незамедлительно приходит оповещение. В зависимости от выбранной системы, также могут уведомляться особая группа быстрого реагирования и правоохранительные органы. Разумеется, эта услуга не бесплатная, и ежемесячно придется выкладывать в среднем около полутора тысяч своих кровнозаработанных. Но даже такая система защиты порой бывает беспомощной перед кулибинами из воровского мира. Каждую систему, в принципе, можно вскрыть. А вот что касается спутниковой, там как? Спутниковые сигнализации отличаются от двухсторонних систем наличия мониторингового центра. Она также подвержена подавлению GSM-сигнала. В среднем на угон автомобиля уходит от двух до десяти минут. Каждое деление на часах, как для вора, так и для хозяина автомобиля, на вес золота. Иногда и пары секунд хватает, чтобы поймать похитителя. Поэтому, чтобы выиграть время, специалисты советуют устанавливать не одну, а несколько систем, желательно в непредсказуемых для угонщика местах и с использованием механического способа блокировки. Качественный монтаж влечет за собой увеличение времени угона. Вот я обычный владелец, я хочу, чтобы моя машина осталась у меня. Есть ли какие-то правила, чтобы это произошло? Да, конечно. Помимо основной системы, которая либо с брелком, либо с меткой, либо это будет спутниковая система, требуется оснастить автомобиль механическими блокировками. Вот на примере блокировка рулевого вала. А личинку вскрыть? Личинку вскрыть очень тяжело. Здесь дисковая личинка, то есть попытаться ее выстрелить практически невозможно. Если машину все-таки угнали, специально установленное устройство может помочь ее выследить. Есть система, называется GPS-трекеры, которые работают автономно на батарейках. Они просыпаются раз в сутки, отправляют сигнал клиенту и снова засыпают. Соответственно, найти их приборами, которые отслеживают GSM-сигнал, очень тяжело. То есть угонщик, в принципе, может не догадываться и не догадается. Либо догадывается, но ему приходится прибегать к полностью разборке салона. Разобрать? Да. Есть мнение, если машину заказали, то ее непременно угонят, несмотря ни на что. Но в любом случае исполнитель будет искать менее защищенный вариант. Все, что создано руками одного человека, точно так же может быть разрушено руками другого. Это касается и противоугонных систем. То есть стопроцентной гарантии от угона нет. Но если установить эти системы грамотно, правильно комбинируя одно с другим, используя авторские методики и установки именно этих систем, то такая гарантия стремится уже все выше и выше к 100%. А вообще лучший способ избежать угона машины – это продать эту машину. Или купить корыто, которое даром никому не нужно. Комбайн. Да, почему бы и нет. Едешь такой на комбайне, дорогу чистишь, тебе хорошо. Сзади кто едет тоже неплохо, чистенько все. На комбайне чистишь дорогу. Да, на комбайне. Вольская логика. Воль, да. Представляете, такая Лена вот в платье, в шубке, на шпильках. За рулем комбайна снег чистит. На комбайне, снег чистит. По городу. Ну, а еще больше интересных фактов и новостей с потребительского рынка вы увидите в наших следующих выпусках. Смотрите нас каждый четверг после вечернего выпуска новостей по выходным в утренние часы, а также на нашем сайте nsk49.ru А сегодня программу ПРО для вас провели Станислав Чибликов, Михаил Кириллов и я, Елена Аксенова. Пока! Пока!